В городе над Бугом продолжается поэтапный апгрейд жилого фонда. В прошлом году удалось полностью отремонтировать и обновить 28 объектов. В этом году охват территории значительно увеличенный, затрагивает уже 33 жилых постройки. На данный момент уже завершена работа по адресам Халтурина, 14 и Московской, 342-9. Продолжается процесс ремонта по Гаврилово, 20 и 26, недалеко от торгового центра «Экватор». Основные виды работ, которые на сегодняшний день входят в капитальный ремонт, это у нас капитальный ремонт кровли, фасадов, либо, если это дом панельного типа, это стыки стеновых панелей, инженерные системы, замена элеваторных узлов, трубопроводы, проходящие в технических подпольях, замена осветительных приборов поэтажных, замена электрощитовых и восстановление нарушенных отделок при производстве работ. Жилой дом по улице Халтурина давно нуждался в капитальном ремонте. Ветхая кровля, устаревшие двери и окна в местах общего пользования, нерабочие осветительные приборы, а также практически нефункционирующая инженерная сеть в техническом подполье. Такие недостатки, требующие решения, наблюдаются практически во всех жилых домах еще советской постройки. Поэтапно из года в год сотрудниками коммунального предприятия «Жрео» города Бреста они обретают второе дыхание. Жилой дом по улице Халтурина, 14. По данному дому выполнена работа по капитальному ремонту кровли, окон и дверей в местах общего пользования, замена осветительных приборов, выполнена замена капитального ремонта отмостки, а также полная замена инженерных сетей в техническом подполье. Дом у нас кирпичный, по фасадным работам у нас была замена и ремонт ограждений лоджий и выполнена замена экранов. Второй дом по адресу Московская 342-9 панельный и нуждался в таких же ремонтно-технических работах. Причины все те же – морально устаревший внешний вид, а также прохудившиеся инженерные сети. Помимо этого полностью выполнен ремонт стыков, стеновых панелей. Второй дом – это мы можем рассмотреть панельный, по московской 342-9. По данному дому выполнялись замена и ремонт стыков, стеновых панелей полностью, ремонт кровли, выходов на кровлю, замена окон и дверей в местах общего пользования, ремонт отмостки и восстановление благоустройства нарушенного при производстве данных работ. Стоит также поговорить и о девятиэтажках по улице Гаврилова, фасад которых обшит декоративной плиткой, которая со временем стала осыпаться. Безусловно, это легко могло привести к трагедии. Работники предприятия Брестский городской ремонтно-строительный трест с декабря прошлого года ведут работы по устранению проблемы. Причины разрушения декоративных элементов заключаются в некачественном выполнении работ при постройке, вследствие чего произошло замыкание стеновых конструкций под плитку, размораживание, вследствие чего и пошел процесс шелушения плитки. Согласно проектной документации, предусматривались работы по капитальному ремонту кровли, замена двух слоев кровли, фасад, ремонт фасада, места общего пользования, входные группы, цоколь, отмостка. Самый основной вопрос в этих четырех объектах, и в частности Гаврилова-20, это фасад, на котором плитка более 30 лет отслаивалась, падала, создавала неудобство не только жильцам, но, я думаю, что и службам города. В настоящее время Трест совместно вместе с заказчиком Куржеву готовит объект сдачи. Я думаю, что по мае месяце мы совместно усиливаем этот объект введем в эксплуатацию. В нынешнем году в рамках программы по апгрейду жилого фонда планируется отремонтировать 33 дома, а это порядка 140 тысяч квадратных метров. На данный момент в Бресте 80% жилых домов еще советской постройки нуждаются в обновлении, так что работы предстоит еще много.